Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется 106 новыми случаями коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по Республике. При этом необходимо обратить внимание, что в столице Республики, в городе Якутске, зарегистрированы 61 случай в Мегенок-Нагаласском Улусе, 19, в Усть-Алданском, 5, в Амгинском, Горном, Чуропчинском, по-3, в Алданском, Вилюйском, Намском, Нюрбинском, по-2, в Кобяйском, Оленёкском, Сунтарском и Хангаласском Улусе по одному случаю. Необходимо обратить внимание на наличие, прежде всего, новых случаев в Оленёкском Улусе. Это Улус, один из которых был достаточно долго чистый от коронавирусной инфекции. В связи с тем, что соответствующие меры предосторожности должны быть приняты как гражданами этого района, так и, соответственно, особое внимание должны применить и оперативные штабы. Кроме того, осложняется ситуация в Усть-Алданском районе, в связи с чем, как жителям Усть-Алданского района, так и гостям, приезжающих в этот район, необходимо обратить внимание на всё-таки осложнение санитарно-эпидемиологической там ситуации. Под особым вниманием органов государственной власти относится Мегино-Кангаласский район Республики Саха-Якутия. К сожалению, со стороны оперативного штаба района принимается малое количество действенных мер, направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и контроля на территорию района. В связи с чем, сегодня на заседании у главы Республики Саха-Якутия с районами Республики вновь будет заслушан Мегино-Кангаласский район для принятия более кардинальных мер по, соответственно, нераспространению инфекции с учётом именно как территориальной расположенности Мегино-Кангаласского района, так и, соответственно, его сегодняшнего назначения в целом в экономическом развитии нашей Республики. На территории Республики продолжается вакцинация. На настоящий момент количество вакцины, поступившей на территорию Республики, составляет 136 084. Дозы вакцины, первой вакцины уже получили 117 тысяч человек. Мы дальше продолжаем проводить и тестирование. За сутки протестировано 3200 исследований. Вообще, в целом, всего обработано у нас в Республике за период пандемии всеми лабораториями 1 миллион 77 тысяч 512 тестов. На настоящий момент по общему объёму вакцинирования Республика также находится в одном из лидеров по стране. У нас 86% от поступившей вакцины на настоящий момент использована. Уважаемые жители Республики Сахая-Кутя, режим удалённой работы для государственных и муниципальных служащих в нашей Республике не менялся. Он составляет 50% от числа работающих. В связи с чем? Соответственно, на настоящий момент Министерство труда будет осуществлять контролирование и контролирует соблюдение данного требования. В связи с тем, что произошли изменения, связанные с тем, что часть работников провакцинировались, то каждое министерство ведомства рассматривается в отдельности. Удалённый режим работы рекомендуется для лиц старших 65 лет, больных с хроническими заболеваниями. Сегодня мы говорим о всё-таки рекомендации удалённого режима работы для беременных женщин. Необходимо обратить внимание, что в настоящий момент в Республике, если ранее у нас всё-таки преобладали среди больных людей лица старшего возраста, то на настоящий момент увеличивается количество как детей, и дети выявляются практически каждый день, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, так и молодые граждане до 30 лет. В связи с чем должна быть усилена в том числе личная ответственность за собственное здоровье граждан всех категорий.